ребята здорово всем короче быстренько снимаю такой видос по поводу седобных зонтиков которые всегда растут вот на таких длинных ножках она еще может длиннее быть на разрезе получается какой-то пустота внутри шляпка такая вот на разрезе она светлая не темная этот гимминофор пластинки тоже не темная гриб светлый пахнет очень вкусно что еще его отличает вот кольцо у настоящего седобного зонтика кольцо оно двигается вот смотрите я сейчас его одену вот оно двигается видели вот так у неседобных оно не двигается вот так вот он рос все это получается отличие седобного от неседобного не путайте уседобного всегда кольцо ходит даже у маленького зонтика маленького зонтика не раскрывшегося убирается пленочка и там внутри кольцо и она тоже будет ходить вот так вот пальцем у зонтика вот этот узор он стирается вот так слегка то есть получается шляпки можно просто отбить молотком помыть его отбить молотком с одной и с другой стороны специально такой как для отбивных после чего посыпается там солью перчиком в яйце обмакивается в муке и жарится его даже варить не надо потому что но есть рецепты где много варят есть еще рецепт где его даже варить не надо рот шампиньоновых вообще чистый гриб ну вот как берешь шампиньон обычный так и жаришь то есть вот что отличает седобный гриб от неседобного неседобного соответственно вот эта юбочка она приросшая просто и она слегка выглядит и они всегда на маленькой ножки всегда на маленькой ножки и по размерам маленькие это самые большие грибы шляпки достигают диаметров там 30 до 30 40 сантиметров бывают но маленькие смотрите внутри пленочка убираете если кольцо ходит также значит это седобный чтоб не спутали с неседобными маленькими так что вот из таких частей состоит седобный гриб зонтик в пищу до употребляют только шляпки ножки можно разрезать и посушить в сушилке при разрезе из удобного зонтика ножка выглядит вот так вот а внутри как пустота трубчатая сушеные ножки можно размельчить и использовать как присыпка в суп хорошо народ как всегда смотри следующее видео и подписывайся на канал